Здравствуйте, добрый день всем нашим подписчикам. Сегодня наш выпуск будет о том, как 9 мая проходит у нас здесь в Иерусалиме. Конечно, все это будем видеть моими глазами. Сам я не родом из СССР никаким образом. Я иерусалимец, родители у меня тоже. Вот мама из Англии, папа местный отсюда. Но тем не менее, поскольку для меня русская культура, русская словесность, русский язык стал для меня таким важнейшим фактором, так полюбил я вот этот язык, эту культуру и даже вот этот народ, что нельзя сказать, что праздник 9 мая не имеет для меня значения. Даже не только в смысле значения политические, победа СССР или победа Сталина над Гитлером или что-то другое. Для меня даже важнее это, что русский язык существует, что люди, которые носители определенной культуры, все-таки не были уничтожены. И до сих пор даже существуют свидетели этих событий, и через несколько лет их не будет. Поэтому сегодня, ничего особо не планируя, узнав, что будет празднование парад в Иерусалиме в честь Дня Победы, и это совсем недалеко от моего дома, я решил туда ходить сам. И как знак определенного солидарности, не просто так с какими-то политическими взглядами, я никаким образом не являюсь марксистами и так далее, но побывать с людьми, которые для них эти события имеют значение. Я все-таки и как подросток, и как человек более как бы старший, как юноши, я знал и ленинградских блокадниц, и читал стихи Ахматова об этом, и беседовал и с людьми старшего поколения, и с их внуками. И для меня эти люди имеют для меня особое значение. Поэтому хотелось видеть, как это все проходит у нас. Но как это все будет, мы с вами сейчас увидим. Обычно 9 мая в Иерусалиме проходит парад Победы. Через центр города идет колонна ветеранов, пенсионеров, русскоязычных преимуществ, нанесут разную атрибутику военную и советскую, поют советские военные песни. Но в этом году решили, что поскольку ветеранов, как таковых, на сегодня в Иерусалиме всего 47 человек, и они уже сильно за 90, скажем так, по возрасту, то не будет идти парад через центр города, а у нас на первой станции поезда будет организовано шествие, в котором должны были участвовать сотни людей, как было написано в прессе, от самой станции поезда до магазина соков на улице Дерех Бетлехем. Вход должен был быть исключительно по зеленым паспортам для всех желающих. Мы отправили, естественно, Рафаила посмотреть и снять, что будет там. Ну, как я ожидал, основная часть для прохожих закрыта. Все желающие идти на это мероприятие идут на точку, где все должно начать. И мы потихонечку, видно не только один я, пытаемся разобраться, где собираться. Ну, собираемся явно здесь, все израилетяне, русскоязычные, родившись в СССР, и явно тут один ветеран. Все ждут. Ну, наверное, все начнется здесь. Но вдруг еще люди начинают собираться, но у меня уже какое-то ощущение, что что-то тут я не в курсе. И, оказывается, я даже не совсем ошибаюсь. В принципе, все люди, которые собрались здесь и имеют зеленые паспорта, должны были иметь доступ к месту. Но явно этот человек, который явно не часть организаторов, он как будто из марксистской якобы коммунистической партии, и он якобы помогает нам всем, говорит, что надо идти в другом месте. Но я понимаю, что он врет. Потом я узнал, что на самом деле, скорее всего, это был скрытый агент из израильской просто службы безопасности. Женщина, которая организовала это мероприятие, она мне с грустью даже сказала, что она сама не могла принять никаких решений. За счет того, что приехал министр обороны Израиля Бенни Ганс, она так и прямо и сказала, все из-за Бенни, все из-за Бенни. И явно видно, что ей было стыдно, что люди должны были все уходить из места, где было все назначено. Люди немолодые и заставляют их идти из одного кордона полицейского в другую. И все это из-за спецслужбы Израиля, которые боятся, что будут покушения на господина Бенни Ганса, который хочет сфотографироваться с каким-то колоритным фотогеничным старым ветераном. Надо понять, что Бенни Ганс, он решил примкнуться каким-то образом к та часть израильского общества, которая относилась к рабочей партии, и для него сфотографироваться и с русским электоратом, и еще то, что связано с победой над фашизмом, ему это выгодно сейчас. Но вот появляется один из организаторов этого мероприятия и пропускает оператора, который должен снимать, как господин Ганс будет фотографироваться с ветераном. Ну, как вам кажется, как бы это приятно? Потому что полагаем, стоять у человека, тяжело стоять. Они это делают для того, чтобы операторы могли идти, а как бы люди, которые для них этот день важны. Хорошо, но можно сделать это не одни, а несколько. На улице плюс 30, тени нет, все стоим под солнцем. Как Рафаилу удалось узнать, зеленые карты для прохода на это мероприятие, как и на наш благодатный огонь, было недостаточно. Нужно было еще иметь специальное приглашение. И если на наш благодатный огонь хотя бы объявляли, что приглашение от патриархии нужно будет получить по зеленой карте, то здесь пенсионеров никто не предупредил, и люди очень возмущались, что их просто привезли на мероприятие, или они даже добрались сами, а никто их не пускал и так и не пустил. Потому что приглашение было только у очень маленького количества людей. И все это было сделано в последний момент, когда выяснилось, что министр обороны будет посещать это мероприятие. В результате наши дедушки и бабушки, вот так постояв на жаре, в общем-то ни с чем вернулись домой. Разумеется, что пропустили представителей российского консульства, возможно, даже посольства. Это какие-то явно наши российские дипломаты. Ну, понятно, их и должны были пустить по статусу. Правда, тоже продержав порядочное время на солнце, палящем и на жаре, но их пропустили. Явно мероприятия у нас в Израиле, такие общественные, принимают совершенно другой характер. Теперь нет больше понятия народных праздников. Если ты хочешь поучаствовать в чем-то, ты должен иметь, во-первых, зеленую карту, но даже это недостаточно. Нужно получать специальные приглашения. Их выдают весьма ограниченному количеству людей и официально не афишируют, где такое приглашение можно заранее получить. Стоят разные люди, в том числе и старых, и молодежь. Еще были израилетяне, то есть не только те, которые родились в СССР, некоторые даже возмущались, что они, например, из совета какого-то округа, мер какого-то города. Тут мужчина, который объясняет на иврите, что он специально сюда приехал, и он был уверен, что всех пустит, и что если надо было делать разрешение, он бы это сделал, потому что у него есть знакомство, у него есть контакты. Но сейчас никто ничего даже не хочет, не слышать, потому что это решение спецслужб, никого не пускать. Они боятся, что кто-то может делать покушение на Белли Ганс. Мероприятие должно было начаться в 10 утра и, скорее всего, и началось. Провели его не так, как планировали, а главное, без тех людей, для которых именно это мероприятие было крайне важным, ожидаемым и желанным. Вот такие у нас новости с Дня Победы в Израиле в этом 2021 году. Мы желаем вам всем здоровья. Еще раз поздравляем всех, кто празднует этот день. Поздравляем с Великой Победой. Желаем мира, благополучия и, конечно, крепкого здоровья. Всего вам самого доброго. До скорых встреч.